Всем привет! С вами Лена из Кипема и мы с вами знакомимся... Катя, рассказывай, как ты зашла в аэропорт. Здесь все рассказывают, что все легко, просто и проблем не бывает. Но так вот, сейчас я люблю рассказывать о проблемах, и сейчас мне есть что вам рассказать. Катенька, расскажи, как ты зашла в аэропорт. Так, 24 января. Год. Год называй потому. 2023, вот этот год. Понимаешь, в чем дело? Потому что это сейчас кажется, что все знают, какой это год. Это я поняла. А вопрос какой это год? В общем, 24 января я с подругой, с которой мы познакомились здесь, поехали в аэропорт трансфером, который был от их авиатура, отеля. Потому что вторая подружка отказалась лететь в Москву и сказала, хочешь, можешь воспользоваться моим билетом. Я, естественно, с радостью говорю, давай, как у... Ума, до этого мы поймали гида и спросили, могу ли я улететь по ее билетам, могу выкупить, обменять там или как. Гид сказал, нет, обменять не можешь, потому что это чартер. Ты можешь его, если что, будет местом на самолете просто купить в аэропорту. Я, ну окей. Да, этот сдать, другой купить. Ну, типа вагнет, то, что просто есть место в аэропорт в самолете, потому что эта девочка не летит, ты можешь просто купить это место за этот билет какой-то, я не обменяю, я думаю, ну окей, все. Это взяла этот билет, с другой подругой мы сели в автобус, этот трансфер до аэропорта, поехали. Приезжаем, там, чтобы попасть внутрь аэропорта, тебе нужно предъявить билет. У меня, естественно, на моем билет нет, у меня билет подруги, я прям при сотруднике, который там военный, в инстаграме. Просто фильтр накладываю на ее имя свое, прям вот это имя в этом, ну в рамочке просто свое. Сверху кладу, делаю скрин, показываю ему билет этот, захожу внутрь аэропорта. Все, там мы идем на стойку регистрации, там я уже показываю свой паспорт и билет моей подруге. Говорю, что вот билет подруги, она не летит, могу ли я его купить, поменять, обменять, что угодно сделать, мне нужно вернуться в Москву. Они говорят, нет, это чартер, ты не можешь воспользоваться чартером, чартер вывозят только тех, кто прилетел сюда по чартеру, вот это вот вся индийская история. Я такая, окей, как мне отсюда выбраться? Они говорят, ты можешь купить любой билет регулярный и улететь. Я такая, хорошо, я прям приеду к сотруднику Азура, нахожу в аэрофлоту билет. А, я подошла прям к сотрудникам Азура, бортпроводник, который... Кто такой Азур? Азур это авиакомпания, чартер российский, да, которым он привозит 100 туристов и он только их отсюда увозит. Никого посторонних, он на борт наберет, это я узнала уже потом. Вот, я как попа, потрошил этих капитана корабля, стюардесс, пожалуйста, я знаю, у вас есть место, возьмите, я там куплю, заплачу, у меня есть деньги, мне нужно, они нет, 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 никак, никак. Я говорю, хорошо, я нашла билеты на сайте, есть аэрофлот, но у него стоит тоже статус чартера, могу я ему лететь, они говорят, да, типа аэрофлот, другой статус чартера, там у нас чартер-чартер, там обычный чартер-чартер, ты улетишь. Я такой, ну окей, я прям, находясь в здании аэропорта, беру себе билеты аэрофлота на следующий день, бронирую отели рядом с зданием аэропорта, там в паре километров, чтобы будет завтра, просто уже пешком прийти и все. Ну что, иду на выход, на выходе меня, стоп, как ты попала сюда, а, точнее, а там, ну, выхожу из этого же здания в вылету, там же на выход, там никто кроме меня не выходил, стоили на эти военные. Она говорит, ты почему хочешь, ну, потому что я не захотела улететь азуру, я лечу завтра аэрофлота, мы показываем билет аэрофлота, они говорят, как ты попала в здание этого, аэропорта. Я говорю, я сюда попала в билет азура, но я им не воспользовалась, я ему хочу лететь завтра, а не билет азура, но я им показала тоже вот эту свою подделку, которая была в телефоне, они такие, окей, смотрят список, списки естественные, они вызывают сотрудников азурафлота. В общем, это фотография, которая у меня была в телефоне, показала сначала им, они говорят, так, вызвали сотрудников азура, и те говорят, да, да, она к нам подходила с билетом подруги, со своим паспортом, хотела, типа, улететь, мы ей отказали, и как бы, все не знаю, почему она теперь, типа, поэтому, да, да, все, я в этот момент, я удаляю. И ты еще такая думаешь, что ты сейчас выйдешь и полетишь завтра. Да, я все, я удаляю этот билет азура, который был для входа, оставляю только билет аэрофлота, купленный на завтра. И все, я начинаю, пока что ты его, вот, у меня будет аэрофлота на завтра, вот, у меня фаспорта, что он от меня надо, а их, к тому времени уже вокруг меня человек 15 скопилось, они все гры-гры-гры-гры-гры, там что-то там, типа, о-о-о, головой трясут, там, что-то на своем, вот это все. Я просто сижу прям, ну, такая, на своей жесткой, московской, дерзкой вал, мне, говорю, что надо, билет, у меня, как, вот, билет, вот, все, отойдите, я завтра, еще уверена, что я еще уверена, что завтра я улечу в мосту. Вот, и, в общем, они такие, все, все, у тебя билет, 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 сейчас придет полезть. А ты не понимаешь, пробег? Нет, конечно, я еще не понимаю, проблема, а в что проблема, я зашла в аэропорт, это логично, туда со мной 300 человек вошло, мы все хотели улететь, но они улетели, я нету. Я, до сих пор не понимаю проблемы, если честно. Я вообще не понимаю, почему я до сих пор здесь. Вот, и, короче, они через какой-то там, через час буквально, они представляют, там, женщину военную, она ходит за мной везде, по пятам, в туалет, там, в караулке, в кабинке, везде, как бы за мной, что-то ходит. А я, как бы, все еще вспоминаю, это как шутка, я пьюсь к друзьям, говорю, какая-то женщина за мной ходит, я ей такая, говорю, да, пошли в туалет, она за мной, прям, ухожу, угораю. Ну, то есть, ты еще уверенная, что в Идеи все хорошо, и проблем у хороших людей здесь не бывает. Да, я была полностью уверена, вот, и, короче, все, у меня какое-то время приходит полицейский, все, у меня опять же женщина какая-то еще, или это же, не помню, идет со мной, идем в полицейский участок, а это все уже утро, то есть, мы выехали поздно вечером, с ночи там, как будто это все прошло. Все это уже день. Вся ночь в аэропорту просто. Да, 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 то есть, ну, в час, ну, в час ночь мы выехали на трансфере, с трем мы приехали, там в пять или в шесть должен был быть вылет, я там все это вылетом улетел без меня, пока я купила, на выход я пошла где-то восемь с чем-то, девять, еще час проздала полицейских, тут было уже часов 10-11. Все, ведут меня в полицейский участок рядом с аэропортом прям, и опять же там все, все, big problem, big problem, но полицейские уже не видели мою эту фотографию Азуровского билета, потому что все, я удалила, я только наставила на том, что у меня билет аэроплота, все, что он там, кто говорит, я не знаю. Все, там я успела позвонить в консульство и подругам моим, которые здесь, подруги... Расскажи, что тебе консульство ответило. А, консульство мне ответило, что это, сама виновата, типа не надо было ничего там подделывать с ними, сругаться и спорить, там предыдущий человек мне около трех дней там потратил на то, чтобы заплатить штраф и туда-сюда, потому что он зашел проводить маму, вышел и такая же история, типа вышел. То есть это нормально, вот эти вот, вот эти задержания, это не случайность, это регулярно происходит. Да, конечно, люди туда ходят за каким-то причинам, потому что они не знают, я это тоже узнала уже по выходу из тюрьмы, гораздо позже, что там можно купить билетик на вход в аэропорт. Он стоит 200 рупий, ты можешь там где-то слева от здания аэропорта купить в кассе и там указать причину, типа кого-то проводить, кого-то встретить, что-то узнать, сходить в туалет. Вот сейчас ты рассказываешь очень ценную вещь, ребята, если вам нужно в аэропорт, покупайте билетик на вход, не пользуйтесь другими вариантами, они очень тяжелые. Да, вот, и они говорят, там, типа, так же сделал парень, провожая маму, он там дня 3-4, короче, все это длилось, заплатил штраф, все нормально. Говорю, у меня нет 3-4 дней, у меня завтра билет в Москву. И ты еще думала, что ты улетишь. Да, я была уверена в этом, пока меня в камере не закрыли в такой решетке, я не стояла с кружкой, чашкой, там, тарелкой и покрывала. Ты была уверена? Я еще думала, да я что, у меня уже год-вот самолет какой-то. То есть ты еще думала, даже когда тебя закрывали в камере, ты еще думала, что ты улетишь. Да, ну еще успеваю, вот еще там пару часов до него. Вот, и, в общем, сижу, я там уже, сколько-то, второй-третий час в полицейском участке, мы там еще одного полицейского, другого следователя, потом какой-то женщин меня опрашивал, там мужчина. Я там из кабинета в кабинет водили, что-то спрашивали. Телефон отобрали, документы отобрали? Да, документы все отобрали. То есть я успела кому-то там, подругу, друзьям написать в консульство, в консульство сказала, что где я здесь, чтобы они позвонили туда, они потом звонили уже на стационарный телефонный участок, я с ним еще раз общалась. Мне говорят, да, да, мы связались с вашими родственниками, там, туда-сюда. Мы, типа, ну мы не можем приехать, потому что нам никто не оплачивает эти отпускные, и как бы, ну сама виновата, ждите. Короче, консульство тебе сказала, а идите-ка вы. Ну, типа того, да. Консульство потом просто моим сестрам порекомендовало адвоката совсем недешевого. За сколько адвоката приходили? 60 тысяч рублей, ну, рупий рублей заплатили адвокату, 30 тысяч переводчику, это который из Гуахелпа, который привез мне адвоката. А Гуахелп это особая тема, да, то есть это тоже вот, это, короче, это, короче, вот русские ребята, у которых левая компания фирмы Гуахелп, ребята, не существует юридически. У них, по-другому, у мужика, который якобы держит Гуахелп, у него какая-то левая контора, по которой он себе делает левую бизнес-визу, а вот это Гуахелп, это просто нелегальный бизнес, зарабатывание денег на тех, кто вляпался. То есть, ребята, всем рассказываю про Гуахелп. Гуахелп это разводилы, которые обуют вас на деньги, и их крышует русское консульство, которое всем дает координаты Гуахелп. То есть, они работают в связке, то есть, это способ развода соотечественников. Те, которые тут попали, как-то, по глупости, по нелепости, просто, я не знаю, как я, например. Вот, да, 60 тысяч адвокат, которому посоветовала консульство, 30 тысяч, переводчик. Из Гуахелп, добрые ребята, добрые ребята, 30 тысяч, безвозмездная помощь. Да, в районе 30 тысяч, да. 25 тысяч сам залог, по которому я вышла, залогом была отдельная история, чтобы мне выйти под залог, они требовали сиформу своих друзей. Чтобы сделать на меня сиформу, нужно было мое присутствие и мой паспорт. Мой паспорт в полицейском участке, и я в тюрьме. Но они говорят, чтобы ей выйти, ей нужно сиформа. Пришлось, естественно, сделать липовую сиформу. Ну, как это сказать, я не знаю. Фотографию. Сделать сиформу без моего присутствия, без моего паспорта. Но я не знаю, что, как это оправдать индийские законы эти еще. Вот, и две недели, да, я сидела, ждала, чтобы... А, подождите. Гоа Хелп предложила за 30 тысяч рублей сиформу. Добрые ребята, добрые, безвозмездные русские ребята. Гоа Хелп, хелперы, хелперы. Решили своими силами сделать эту сиформу. Хелперы. Вот. Как я люблю этих хелперов. А дальше матерный текст. Не переводимая игра слов. Вот, в общем, пока... И, а, ну и все, вот я там сидела первый день. На ночь меня оставили в камере при полицейском участке. Я все еще как бы думала, что все, вот завтра я улетать буду. Что я, вот, сейчас я плачу какие-нибудь штрафы, и все нормально будет. Потом с утра за мной пришли, отвезли меня в суд. В суде я со мной даже никогда не разговаривал. Я просто пришла, постояла где-то там, рядом у меня эти полицейские. Они зашли сами без меня, там пообщались с судьей даже. Они взяли сюда, а просто у них в кабинете. Он там что-то раз-раз-раз что-то написал, поставил, все, мы ушли. Я там все ору требую, переводчика, транслейторы, всех. Меня просто игнорируют все по полной программе. Как бы вообще ори, что-то. Как все знакомо, как все знакомо, как все знакомо. Мы возвращаемся опять в полицейский участок. Они говорят, так, вот возьми вещи, сейчас едем. Я говорю, я не буду брать никакие вещи. У меня самолет через 6 часов. Мне нравится твоя уверенность. Да, говорю, этого адвоката, переводчика, консулу, всех говорю сюда. Сейчас я буду устраивать разъем, извиняюсь. Потому что вы меня достали уже вторые сутки. Я не сплю, не ем. Я вообще не понимаю, что происходит. Вообще, какого черта вы на меня все напали? Вот у меня билетная работа. Я сегодня через 6 часов улетаю. Отстаньте. Они нет ни в какую. Все, садись в машину. Все, такие показаны. Я говорю, дайте телефон, я буду звонить. А они нет, все, телефон не дадим. Показывай, мой телефон. Типа давай, давай, за ним я просто заманю в машину. Садись в телефон, мы дадим, сейчас я встретимся с юристами. Я, окей. То есть, ну это уже просто, реально просто, как яблочком обезьянку забронили. Да, от моего телефона просто меня заманили в машину, посадили. Сидим. Я слышу, они водителю говорят, типа, ну, в госпитале что-то такое. Я понимаю, что в госпитале опять это мета-свидетельство. Мета-свидетельство прежде, чем тебя куда-то закроют. Я тут уже начала напрягаться. Я говорю, куда мы едем? Они мне, к юристу. То есть, они мне до последнего не говорили, что сейчас меня вообще закрут в эту тюрьму. Они, къедем встречаться с юристами. Я говорю, почему мы к нему едем? Почему он не может приехать ко мне? Почему мы такой делегацией, вот едем к одному человеку, а он один, он не может приехать к нам? Он очень занятой. Я говорю, да? А мы все, говорю, бездельники. Ну ладно, говорю, давайте едем. Едем мы в эту мапусу. Встречаемся около госпитали. И там как раз вот ко мне на встречу приходит этот Роман из Буафелпа. Который вместо «Здрасте» мне говорит, привет, твои сестры уже за все заплатили. Короче, уже развели. Да, это твой юрист. Буафелп красивые, ребята. Да, это твой юрист. Ребята, когда вы во всевозможных русских комьюнити будете читать про супер Буафелп, ребята, вспоминайте эту историю. Они все делают не то, что в 10 раз дороже, они делают так, что после этого вас еще и закроют. Это такие помогальщики. Причем у меня есть знакомая, у которой дочку там за что-то как-то там, ну, то есть, короче, связалась с мужиком. Мужик занимался наркотиками, его забрали, ну, ее на всякий случай, за компанию, потому что квартиру на нее оформил. Мама звонила в Буафелп из России, она говорит, ну, хотя бы навестите ее. Они говорят, за то, чтобы навестить вашу дочку в тюрьме и прайс. Они выставляют прайс за то, чтобы навестить человека в тюрьме. Это у нас Гуахелп. Ну, там 30 тысяч за сеть ворку эту объявили. Ну, вот, ребята, кто такие замечательные Гуахелп? Я прям... Бизнесмены. Это бизнесмены, причем фирмы Гуахелп юридически не существует. Потому что организатор фирмы... Я вообще на тот момент тоже не знала, кто это. Это кто-то там из друзей как-то там вышел на дело, потому что мои подруги звонили, писали везде и всем. Потому что, когда начинают искать, первое, на что натыкается, это во всех группах реклама Гуахелп и консульство. Да-да-да. Тоже рекомендуют Гуахелп. Да-да-да. Хотя, причем у Гуахелп есть фальшивая бумажка, написанная, что они представители консульства. Но когда звонишь в консульство и предъявляешь им, что ваши представители, они говорят, они у нас не числятся. То есть тут вот так все закрыто. То есть у тех есть угла Гуахелп, есть фиговая бумажка, выписанная на несуществующую компанию от консульства, что они их представители. Но консульство, когда к ним начинаешь обращаться на тему вашей ребят, они говорят, мы их не знаем. Да, консульство и Гуахелп вместе с Симиром сейчас меня игнорируют вообще по полной, везде, во всех сетях, куда бы я им ни писала, просто полное имя. Все, что смогли с меня стянули, дальше их просто осталось перед фактом, что на денег нет и как хотите, помогайте, как хотите. Я хочу домой, денег у меня нет. Я прям всем, прям, с места здрасте, теперь я им так говорю, как они меня, когда встретили меня около в госпитале, он сказал, так, это самое, Катя, твои сестры за все заплатили, вот твой юрист, вот я, сейчас мы будем доставать тебя под залог из тюрьмы, я ставил, какой тюрьмы? Сейчас едешь в тюрьму, я говорю, что серьезно, у меня самолет через 5 часов, какая тюрьма? Он, нет, все, давай, короче, тебе, где какие-то твои вещи? Я говорю, я не взяла с тобой вещи, я не верила, они мне сказали, возьми, я сказала, нет, потому что мы сейчас вернемся, я поеду домой. Какие вещи? У меня, говорю, с собой воззывная щетка в кармане и больше ничего. Они такие, ну, как бы, сорян, извиняй, езжай. Помогли, то есть они помогли закрыть тебя в тюрьме, чтобы потом за деньги тебя оттуда выписать под залог. Ну, собственно, там, предложить все форму, да, за деньги под залог. То есть вместо того, чтобы помочь тебе каким-нибудь образом открутиться от этой ситуации, они помогли тебя посадить. Да, можно так сказать. В общем, короче, сидела, я там две недели. А, еще просто они давали неверную информацию моим друзьям о часах моего визита ко мне. Они, говорит, им такие-то дни, мои группа друзья поехали, говорят, нет, там, на самом деле, не те дни дал вам адвокат по визитам и там, или не те часы. В общем, они информацию там тоже друзья добывали в кастин-стайм, чтобы как-то ко мне попасть. Преходим, спустя неделю ко мне они попали, потому что там нужно было мне записаться, чтобы совпало время. А, я ставил мне телефон, и Гуа Хелп свой, и адвокат, оба не работали. Я оттуда пыталась им позвонить, чтобы выйти как на своих друзей, чтобы сказать, что их тут жду, что мне привезти и как. Оба телефона мне отвечали. Вот. Ну, все, спустя две недели я все-таки вечером приехала, забрала подруга оттуда, встреча с каким-то поручителем, которому тоже сначала сказали, доплатить 7 тысяч, потом он взял 8, думал, что уже ладно, там уже просто никто не считал этим денег. Просто раздавали всем уже, лишь бы меня достать оттуда. Вот. Там, нужно рассказать, как там было, там на самом деле неплохо. Тюрьма Мапуси очень даже достойная. На самом деле, это новое, ее специально построили для русских. Полицейские называют ее тюрьмой для русских. Хотя на русских была я одна, может быть, мужской. Не-не-не, на самом деле, то есть, ее построили для визаранчиков, для тех, кто просрочил визу. Но между собой, то есть, вот просто на сленге, на сленге она называется тюрьмой для русских. В общем, из русских я была там одна. А народу было много? Там два корпуса. В одном корпусе индуски и была я, еще одна девочка из Голландии. Одна девушка, она у нее мама русская, папа британец. Она сама родилась здесь, в Гоа. И отдельно корпус, там где-то человек 15, было негры. Я спросила, почему негры отдельные? Мне сказали, потому что они агрессивные. Они агрессивные. Я говорю, а кто там в среде негротят? Там проститутки, трансвеститы и барыги. Я говорю, а здесь, а здесь, бутубицы, воровки и все-то. Я говорю, а, проститутки, говорю, агрессивнее убить. Вот это, говорю, у вас тут интересность. Я говорю, а можно меня туда? К агрессивным, пожалуйста. В общем, это у меня вообще, я в шоке была все это время. Я сняла, вроде, хоть такие приличные эти негритянки улыбаются. Но они прям в одежде, в том, в чем, видимо, их с работы. Забирали они все в таких топах, в таких трусах. А эти мои, которые убийцы и там прочее, они вот так оборачивались к стене, когда мимо шли вот эти... То есть убийцы брезговые. Да, они стеялись, смущались, да, когда шли вот эти вот проститутки мимо нашим, на территории нашей заводой. То есть тех, кого взяли просто на убийстве. Ага, они очень стеялись, прятали глаза от проституток. Да, то есть проститутки это очень плохо, а убийцу это нормалек. Нормально, да. В общем, 60% там убийц, как мне сказали. Со мной в камере сидел, у нас было их 6 человек, я 7-ая. 4 убийцы, одна украла ребенка на продажу, и одна наркоторговая. И я просто зашла. Я просто зашла в аэропорт. Хотела улететь в Москву, не получилось. И вот я с вами. С убийцами, киднепперами, дилерами. Да, да. Вот. Ну, в общем, там они все оказались очень хорошие такие. Прямо они вообще сторонились от меня. А на следующий день мне принесли газету. И они, видимо, решили, что с тобой рядом стыдно сидеть. Первое время у меня было, типа, они называли меня Катей Тикет, и когда я просто сказала, да я говорю, просто велет у подруги, там, типа, зашла в аэропорт. Они, а, Катерина Тикет, Катерина Тикет. На следующий день в тюрьму принесли статью, ну, там, приносите себе каждый день прессу, и там в одной из газет была статья о том, что Russian woman зашла нелегально в территорию аэропорта. Я тут же встала, Катерина Аэропорта там. У тебя статья-то сохранилась, газетка? Да. При следующей встрече дашь мне это пофотографировать? Я могу прислать фотки. Да, да, да. Так, вот, да, Катерина Аэропорта я сразу встала. Да все, это фигня, почитали там эту статью. Все, завтра там пойдешь домой послезавтра. Ага, после Гуахелп-то ты пойдешь. Вот без Гуахелп ты, может быть, и пошла бы, если бы ты сама с ними разбиралась. Хорошо. А после Гуахелп уже нет. Хорошо, это был как раз 26 января. Это был день независимости индии, что какой-то праздник. В общем, к нам в тюрьму пришли томаты. С лотерейными билетами, с какой-то фигней, там со всякой этой. И играли, черкали номера. И я, короче, победила в этой лотере. И выиграла кусок мыла и ручку. Это я тоже могу прислать. Я еще такая, берут кусок мыла, ручку, говорю, а что не веревку? Мыло есть вместо ручки веревка. Это от кого подарки? От того же Гуахелп? В общем, короче, мыло до сих пор у меня это двеночатый кусок. Нет, ты ему храни это, блин, Суини. И ручку храни. И ручку храню, все храню. Вот. Ну, в общем, две недели я там со всеми сдружилась. Они все очень такие хорошие, общительные. Увидите, да, такие милые, угощали меня печеньками, иногда даже бананами. Кормежка там так себе. Я на 5 килограмм похудела за две недели. Вот видите, ребята, если кому надо похудеть, вы знаете, как это сделать. Берете, ходите в аэропорт, и вы уже похудели. Вот, еда. Утром тебе дают очень сладкий масал и чай, такой, что прямо уже глаза чешутся потом. На сахар они вообще не жалеют, не щадят, прямо вот сыпят. А потому что, знаете ли, все худеют, хоть какие-то калории хотя бы с сахаром, знаешь ли? И три такие просто постные булки. Ну, можно и больше, знаете, то есть три сразу тебе дают в руки. Ты там кто-то или съел, тебе там можешь хоть пять съесть, если влезет. Вот, это часов в 6.30 у нас подъем был, и часов где-то в 7-7.30 завтрак. В 8.80 тебя выпускают гулять. Я там выходила, у меня там йога, была медитация, я там время скользок проводила, да. Они все пытаются ко мне подстроиться. Слушай, слушай, можно я тебе перебью? Здесь, по-моему, год или два назад у них в газетах шла такая реклама. То есть, употребляете наркотики в Гуа, и у вас будет бесплатная камера с видом на море. Вид на море не было, но камера, кстати, очень неплохая. Тут некоторые отели хуже выглядели, вот реально говоря. Там мы хотя бы сами себе полы мыли, все, стены разрисовывали сами, а некоторые отели... А у вас там в один ряд или в несколько рядов эти кровати? Там нет рядов, там вот такой покрывало на полу, и все, никаких кроватей. И матрасов. Нет матрасов, нет кровати, просто покрывальцы. Два дают тебе одно стены, а вторым накрываешься. А подушечку? И тарелку, да, какую-то плоскую такую давали. И железная такая тарелка, и железная чашка. А я-то думала, что там хотя бы эти... Нет, 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 просто полный пол. Я как раз когда вот захожу, ну, вечером, когда меня поздно уже привезли на вторые сутки, у меня вот это висит покрывало, здесь одно, второе. Вот это железная плоская такая тарелка, чашка. Я вот так захожу в эту камеру, они раз, две из них с правой стороны раздвигают свои покрывальцы. В стиле. Я такая шкарлсо, я туда села и такая... И как на бетонном полу спится. Да, на бетонном полу. Первые пару дней вообще не спала. Это уже были мои третьи и четвертые сутки ночи. Точнее, я уже просто с закрытыми глазами вот так сидела с открытыми. Я вообще не понимала, что просто... Ух, это что вообще, это серьезно, все, это не сон, это реальность. Я просто зашла в аэропорт, просто хотела улететь домой. Кто эти женщины, почему я тут лежу на полу вообще? Что это за помой вы мне принесли? И, в общем, я была вот первые пару дней вообще в шоке. Потом я и боялась спать, они там торопятся. Опять между нами вот по 10 сантиметров буквально. Вот прям вот так. Одна лежит, следующая, следующая, напротив, так же, две прям чуть линими ногами там это... И, в общем, потом уже все забил, у нас все расслабил, вспомнил, что мне довольно безобидно это все. Можно спать уже и днем спать там начала. Вот. И еще я там в камере себе нарисовала девочка, которая уходила перед этим. А чем рисовали? Она мне оставила девочка краски, раскраску и краски. Вот как они там попали, я не знаю, потому что там полностью, прежде чем закрыть камеру, естественно, тебя раздевают на гола, и все, что можешь с собой взять, что нельзя. У меня были карты, мне запретили, вообще все запретили, что ты можешь зубную щетку так взяла и все, чтобы шамотета была прошла. Вот. А мне она каким-то образом, как ты ей туда контрабандируешь. А вещи у тебя в аэропорту были? Да, вещи остались в аэропорту. Ну, в этом полицейском участке в аэропорту. А, в полицейском участке, че, че, че.